Добрый день, с вами программа Крымлиф и ее ведущий Александр Янковский. Мы покажем и расскажем, чем живет Крым через год после начала российской оккупации. Самые важные события минувшей недели далее в программе. Весенний призыв, кого из крымчан заберут служить в оккупационную армию. Голубые унитазы в заповеднике. Бывший министр обороны Украины строится в оккупированном Севастополе. Бесконечная дорога в Крым. Сколько нужно потратить времени, сил и денег, чтобы добраться до оккупированного полуострова и вернуться на материковую Украину. Дураки и дороги. В плохом состоянии асфальта в Крыму и Севастополе оккупанты обвиняют исключительно украинскую власть. Так называемый переходный период в Крыму закончился 1 апреля. Вместе с ним закончилось и действие привычных украинских законов. Теперь крымчане почувствовали на себе не только санкции, но и непривычную строгость российской действительности. Гайки неумолимо закручиваются. Уже весной 2015 года крымские юноши будут призваны в российскую армию. Мы расскажем, где и как в российской армии будут служить украинские граждане. Спустя год после аннексии Крыма на полуострове впервые требуют принять присягу государству-оккупанту. Такими словами на пресс-конференции в Симферополе зовет военкоматы Крыма призывников и запасников военный комиссар Анатолий Малолетко. 1 апреля на полуострове стартовал призыв вооруженной силы Российской Федерации. Продлится он до 15 июля. В целом по территории России Министерство обороны в этом году планирует призвать более 150 тысяч новобранцев. Правда, крымчан обещают взять немного. Бытует мнение, что гражданам Украины, которые получили российские паспорта, попросту не доверяют. Однако точные данные и количество крымских новобранцев закрыты и завуалированы. Весна 2015 по призыву будет небольшая. Она будет где-то 2% тех ресурсов, которые мы имеем. Тех же, кого все-таки возьмут на военную службу, обещают проверить на каких-то специальных приборах. И дальше полуострова не выпустят. Кроме обычных процедур по свидетельству и прохождения врачей всех согласно перечим, значит, у нас будет осуществляться такой психологический отбор. У нас будут установлены приборы, согласно которых каждый призывник пройдет, и определяется психологическую устойчивость. Призыв не коснется жителей полуострова, возраст которых вышел за границы призывного после 27 лет. Также уже отслуживших или освобожденных от призыва в Украине по состоянию здоровья. Право на освобождение есть и у тех, кто имеет признанную в России ученую степень. Однако это не отменяет обязательной постановки учет военно обязанных. Это рядовые запасы до 50 лет, младшие офицеры до 55 и старший офицерский состав до 60. Постановка на воинский учет, она как была, так и будет принадлежаться. И мы приняли решение, пока тех, кто опоздал в свое время, но не стал не привлекать к административной ответственности, чтобы понимали. Но мы приглашаем всех не останавливаться. Время, согласно российскому законодательству, после того, как получили паспорт, стали гражданином, с 60-дневной сроком должен быть прибыть в отдел, где по месту жительства ставить на воинский учет. Ранее самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что всего за 2015 год на срочную службу в Крыму заберут от 2 до 5 тысяч человек. Он первый, кто на постсоветском пространстве отказался от призыва в армию. Именно он расформировал части, продавал оружие, а землю военных городков пустил на постройку коттеджей и домов. Павел Лебедев, министр обороны Украины времен Януковича, вместе со своим боссом сбежал из страны. Но не забыл о своей малой родине. Именно из Севастополя он попал изначально в Верховную Раду Украины. Именно в украинском Севастополе развернулась его бизнес-империя, строительная фирма «Парангон» и сеть разнообразных увеселительных учреждений, от аквапарка, гостиниц до ночных клубов. В оккупированном Крыму Павел Лебедев не только не свернул свой бизнес, но и продолжает его развивать. Правда, теперь уже на территории заповедника. На мысе «Фиолент» в Севастополе коммерческие структуры застраивают очередной участок заповедной земли. Недалеко от Царского села, в буферной зоне ландшафтного заказника общегосударственного значения «Мыс Фиолент» группа компаний «Парагон» строит жилой комплекс с апартаментами. Первые объекты здесь появились еще при украинской каденции Крыма. Они располагаются на побережье в 50 метрах от кромки воды. Теперь же застройщик планирует построить еще и 300-метровую набережную с ротондами, беседками и лавочками. Мы планируем обустроить зоны отдыха наших горожан, а также гостей города цивилизованным способом. Сейчас мы имеем достояние общественности природное, на котором очень неудобно находиться и неудобно пребывать. Также мы знаем, что фиолентовские склоны характерны скальной породой, и там фиксируется очень много несчастных случаев. То есть люди падают, погибают, в том числе и дети. Мы хотим обустроить зону, сделав ее прогулочной набережной, которая станет, я уверена, новым туристическим маршрутом и любимым местом пребывания как граждан, так и тех, кто здесь будет отдыхать. Против застройки этой заповедной территории выступают севастопольские экологи. На общественных слушаниях они заявили, что строительные работы здесь ведутся незаконно. Уничтожается естественный ландшафт, степные участки, а также краснокнижная растительность. Жилой комплекс на мысе Фиолента, конкретно на Тигровом мысе, давно вызывает возмущение и споры. Он неоднократно закрывался, теперь он снова разморожен, то есть стройка. Конечно же, он вызывает возмущение как жителей царского села, так и севастопольцев, которые ратуются за хранение естественного ландшафта на мысе Фиолент. Тем более, что это территория, или сама территория, или территория буферной зоны заказника мыс Фиолент. По словам Маргариты Литвиненко, на сегодняшний день на мысе Фиолент уже построены пять корпусов. А проблема с канализацией по-прежнему не решена. Это значит, что все стоки напрямую будут сливаться в море, угрожая экологической катастрофой. Там уникальный естественный ландшафт. Там водные и наземные сообщества должны быть сохранены в том виде, в котором их создала природа. Тревогу бьют не только экологи. Местные жители также возмущены стройкой в заказнике. Потому что это заказник, и все-таки здесь природа, люди отдыхают. А тот, который там на мысу, многоэтажный дом, я думаю, что здесь не больше двух этажей достаточно. А там многоквартирный. Там у скала, там рядом все, куда там канализация будет стекать. Самое главное – это отходы же. Если в море зарядят, будет не очень это самое. А если там комплекс, там народу-то будет много. Плюс приезжих еще там будет, гости. Они не справятся с этим. Чем грозит дача? Это дача, где все перерабатывается на участках, в компост. А вот это будет все в море. То, что в Омеге, то, что везде. Это единственный пляж чистый дом, где действительно можно купаться и плавать. На остальные пляжи мы не ходим, мы крымчане. Вообще всякие застройки и в городе, в самом Севастополе, и здесь. Значит, зелень уменьшается. В основном строится железобетонная, зелени мало. И экология ухудшается намного. Представитель застройщика пообещала принять к сведению все возражения и замечания, озвученные на общественных слушаниях. Окончательное решение примет рабочая группа по согласованию с застройщиком. А значит, в его пользу. Группу компаний «Парагон» фирму-застройщик связывают с бизнесменом, бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым. Он уже давно застраивает побережье в Севастополе. Ранее по его заказу на мысе Хрустальном, прямо в пляжной зоне, были возведены два небоскреба. В народе их прозвали «голубыми унитазами». Лебедеву также принадлежит севастопольский отель «Аквамарин», построенный рядом с городским пляжем в Парке Победы. Как добраться в Крым и вернуться в Киев? Раньше этот путь занимал день на поезде или час самолетом. 26 декабря 2014 года последний поезд вернулся из Крыма. И с тех пор путешествие в Крым из Украины стало настоящим, но утомительным приключением. Добираться в Крым после отмены регулярного транспортного сообщения с ним не только дорого, но и долго, и, мягко говоря, некомфортно. На данный момент попасть на территорию оккупированного полуострова, не нарушая украинское законодательство, можно только на легковых автомобилях. В середине марта в интернете появились слухи о скором возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом. Но в итоге информация не подтвердилась. У нас данная информация не подтверждается, не планировали и не будем пускать. Но мы привлекаем данную информацию. Украинская железнодорожная не планировала пускать поезда в Крым. Александра уже полгода живет в Киеве. Ранее почти каждый месяц ездила к родным в Севастополь. Теперь видит их только по скайпу. Но на пасхальные праздники все же решилась поехать домой на автомобиле. Дорогу до сих пор вспоминает Содрагание. Туда ехала на автомобиле через Армянск. Обратно добиралась общественным транспортом. Сначала из Севастополя до Джинкоя на автобусе, затем из Джинкоя до Новоалексеевки через Чингар на такси, а из Новоалексеевки до Киева на поезде. Путешествие и эмоционально, и физически очень тяжелое. Даже для молодой спортивной девушки, как оказалось, абсолютно неустроенный процесс, неорганизованный, не систематизированный. Со стороны Украины процесс был немножко полегче и поприятнее. Даже, честно говоря, люди на границе поулыбчивее с юмором. Со стороны российской границы, ну, честно, просто ужасно. Некомпетентные люди, которые работают там на границе. Все для людей, как говорится. Никаких условий, никаких приоритетов. Все очень не систематизировано. Сложны, по ее словам, не только выматывающая дорога, но и многочасовой простой на административной границе с полуострова. Если на пропускном пункте Армянск простояли не более часа, то на так называемой российской границе остановка затянулась на целых пять часов. На границе это проходит все очень долго. Очередь огромная. Она вроде как разделена, неизвестно по каким параметрам, на легковые, на фуры большие. Но все это проходит очень долго. Мы стояли пять часов, так как на пропуске стоял один человек на впуск и на выпуск. И все это было абсолютно не систематизировано. Одна машина в час, одна фура в час на впуск, на выпуск. Непонятно, кто кого пропускает. С крымскими номерами обещали пропускать приоритетнее. Но тем не менее, все это было, ну как, по воле случая, как говорится. До сих пор никакой инфраструктуры нет ни на украинской стороне, ни в буферных зонах. Стоять приходится на жаре или холоде. А справлять нужду разве что посреди поля, если вы пересекаете Чингар или в Северокрымский канал, недалеко от Армянска. Как это происходило, путешественница вспоминает с содроганием. Салфетки, вода, у кого что было, ну то есть, честно, это какая-то просто катастрофа. Тем более, что ближе к лету, это жара, это абсолютно неудобно, негде лично. Девушка вспоминает, неудобства поджидали еще и на обратном пути. На выезде из оккупированного Крыма пришлось постоять более трех часов и пообщаться с россиянами в погонах. Не на самые приятные темы. Может, мне так повезло о самих товарищей и сотрудниках, так назовем их ФСБ. Возможно, это как-то связано с моей личностью, может, больше никто не сталкивался. Но, тем не менее, на себе я прочувствовала, что они очень вальяжно себя и вольготно чувствуют. Много себе позволяют, как мне кажется. Немножко непрофессионально, на мой счет, на мой взгляд. То есть, нелепые вопросы, непонятный юмор по поводу, мы приедем к вам на танках в Киев. Ну, извините, не каждый поймет такой юмор, но это непрофессионально. По информации Госпогранслужбы Украины, инженерное обустройство административной границы с Крымом планируется, но сроки пока не определены. Мы активно работаем в первую очередь с Херсонской областной администрацией. Насколько мне известно, есть план разбудования беспосредственно и наших пунктов контроля, которые там есть. И на это сейчас работаем над тем, чтобы под это были выделены соответственные деньги. И, соответственно, в рамках реализации, вместе с местными органами влады этого плана, и будет происходить развитие инфраструктуры. Говорят, о всех проблемах знают. И больше года пытаются решить их всеми возможными способами. Пока реализация проектов по развитию инфраструктуры, а по простому обустройству банальных туалетов, все еще на этапе обсуждений. Мы понимаем, что там есть много проблем. На данный момент не все от нас залежит. И в межах своей компетенции мы пытаемся выступать с инициативами, чтобы прискорить решение этого вопроса. Проблема, на самом деле, всегда остается одна – это брак денег. Потому что основная левая часть денег должна быть предназначена все-таки из местных бюджетов областей. Конечно, у них на все, так же, как и в держбюджете, сейчас денег не хватает. Итого, вся поездка Александры из Киева в Севастополь на автомобиле в одну сторону заняла более 15 часов. Вся поездка обошлась и в полторы тысячи гривен. Вы смотрите программу «Крымли». В нашей студии эксперт по вопросам транспорта Александр Кава. Здравствуйте, Александр. Приветствую вас. Крымча многих интересует ответ на вот такой вопрос. Почему же все-таки, в чем была причина того, что 26 декабря 2014 года было прекращено транспортное сообщение с времена оккупированной территории? Я думаю, что все прекрасно знают о решении Совета национальной безопасности и обороны, которое по соображениям безопасности, поскольку государство Украина не могло гарантировать безопасное перемещение пассажиров и грузов через условную границу, было принято решение о прекращении железнодорожного сообщения и автомобильного. Хорошо, а почему железнодорожное, я как-то еще могу понять, да, то есть любой состав, железнодорожный, любой поезд, достаточно большое количество людей, а почему было прекращено регулярное автобусное сообщение? Опять же, из соображения безопасности, поскольку если государство может гарантировать безопасную перевозку пассажиров, то такие рейсы выполняются, то есть на регулярной основе перевозчики получают назначение и осуществляют рейсы. Если такой возможности нет, к сожалению, приходилось принимать такие непопулярные решения. Скажите, пожалуйста, а те автобусные рейсы, которые сейчас курсируют между Украиной и Крымом, это легальные автобусные рейсы? Нет, это нелегальные рейсы, то есть легальных рейсов сейчас между Украиной и территорией Крыма нет. А чем рискует пассажир, который пользуется такими услугами, не знаю, легальных перевозчиков, но на нелегальных рейсах или даже нелегальных перевозчиков? Скорее, это даже нелегальные перевозчики, то есть в принципе в случае любого происшествия пассажиру не будет кому предъявлять какие-либо претензии, поскольку эти рейсы выполняются за рамками правового поля Украины. Скажите, пожалуйста, Александр, а вообще есть ли вероятность возобновления транспортного сообщения, на ваш взгляд, с временно оккупированной территорией Крыма? Ну, это все будет зависеть от позиции Совета национальной безопасности и обороны и Кабинета министров. Если будет возможность обеспечить безопасность для таких перевозок, то никаких препятствий в этом нет. То есть со стороны транспорта каких-либо сложностей нет. То есть здесь именно вопрос к службе безопасности, к Министерству внутренних дел Украины, Министерству обороны. Если они смогут обеспечить безопасность, я думаю, что никаких препятствий не будет возобновить эти перевозки. Смотрите, с декабря прошлого года таким конечным пунктом следования поезда номер 12 Киев-Симферополь стала Новоалексеевка. Но эта железнодорожная станция абсолютно не приспособлена для такого достаточно большого количества приема пассажиров. На ваш взгляд, почему тогда руководство Украинской залезницы сейчас не делает там такую узловую станцию или не строит вокзал? Ну, железная дорога сейчас оказалась в очень сложном финансовом положении. Из-за снижения экономической активности потеряно почти четверть грузопотоков. Потеряно почти 20% пассажиропотока. В том числе и на тех направлениях, которые традиционно приносили прибыль для железной дороги. Я имею в виду международное сообщение. То есть много рейсов шло с территории Белоруссии, с территории Российской Федерации на территорию Крыма. То есть эти рейсы, они были по межгосударственному тарифу. То есть тариф довольно высокий. И он позволял Украинску за счет этой прибыли перекрывать часть убытков от внутренних железнодорожных перевозок. То есть львиная доля из этих перевозок была утеряна. Как по причине приостановления перевозок в Крыму, так и по директивному решению российских железных дорог о прекращении сообщения всех поездов, которые шли из России на территорию Украины и те, которые транзитом проходили через территорию Украины. Например, там поезд Москва-Будапешт, Москва-София. Вот они прекратили свою работу. По сути сейчас остался всего лишь один поезд, который, формирование российских железных дорог, который следует через территорию Украины. То есть это поезд номер 65 Москва-Террасполь-Кишинев. То есть этот поезд остался в работе. При этом поезда формирования украинских железных дорог, они до сих пор работают на многих направлениях в Российскую Федерацию. А это было одностороннее решение Российской Федерации о прекращении курсирования этих поездов? Да, да, это было одностороннее решение. То есть продиктовано было тем, что из-за осложнения отношений между странами снизился пассажиропоток. И они решили не эксплуатировать эти линии, а вагоны направить на более прибыльные маршруты. Скажите, пожалуйста, а что потеряло Укрзалезница в Крыму после российской оккупации украинского полуострова Крым? Ну, потеряна в первую очередь эта железнодорожная инфраструктура, потеряна часть вагонов, которые находились на территории Автономной Республики Крым, и часть тягово-подвижного состава. Часть локомотивов были эвакуированы весной 2014 года, но некоторые остались на территории Крыма. В принципе, те электропоезда или электровозы, которые остались, они довольно старые, то есть это годы выпуска, там, от 1958 до 1969, то есть, в принципе, они довольно-таки старые, и балансовая стоимость у них небольшая. Скажите, пожалуйста, какое будущее может ждать крымские железные дороги в составе Российской Федерации? Ну, здесь прогнозировать довольно сложно, вот, и я бы сейчас воздержался от каких-то там однозначных прогнозов. То есть, я думаю, что все будет зависеть от того, насколько быстро будет решаться ситуация вокруг Крыма. Спасибо. Александр Кава, эксперт по вопросам транспорта, был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами далее в нашей программе, программе «Крымлев». У России две беды. Это не Крым и санкции, а дураки и дороги. В Крыму, который уже год оккупирован Российской Федерацией, прямо на глазах местных жителей резко стало ухудшаться состояние асфальтового покрытия. Крымчане и раньше ругали дорожников и коммунальщиков за отвратительное качество дорог. Но таких ям полуостровитяне не видели давно. Остался ли асфальт в оккупированном Крыму? С этим вопросом разбирались наши крымские корреспонденты. В Симферополе есть деньги на ремонт трех улиц. Жители столицы Крыма устали молчать об ужасном состоянии дорог. Об этом рассказали на оперативном совещании так называемого главы Крыма Сергея Аксенова с так называемым руководителем администрации Симферополя Геннадием Бахаревым. По его словам, горожане обрывают телефон горячей линии с жалобами на отвратительное состояние дорожного полотна. В том, что симферопольцы вынуждены ездить по направлениям, а не по дорогам, как оказалось, виноваты попередники. Конечно, дороги, которые делались предыдущие власти, заслуживают самых худших оценок. И мы сегодня видим, что проехать практически по Симферополю невозможно. В этом году, с учетом ваших средств из симферопольского городского бюджета и республиканского, будет на дороге в городе Симферополь около 500 миллионов рублей потрачено. По словам руководителя городской администрации, большинство дорог в городе разрушены. Однако Геннадий Бахарев уверяет, бездорожье на магистралях Симферополя существует уже 23 года. Причина, конечно, не в том, что мы не делаем. Причина в том, что никто не делал вообще для нас. То есть, если говорить в целом по дорогам города, то более 90% дорог требует ремонта. Геннадий Бахарев показал так называемому главе Крыма пачку бумаги с указанием тех улиц, которые якобы уже сделаны. Однако чиновник названий не говорит. Неудивительно, ведь его слова было бы легко проверить. Это тот перечень дорог с определением сумм, количеством сделанного. Это то, что у нас уже на данный момент есть. Это 357 миллионов, выделенных из городского бюджета, о чем вы сказали. Мы обращались к вам и получили поддержку в части дополнительного финансирования по дорогам. Мы хотим отремонтировать ключевые дороги, часть из которых вы назвали. 375 миллионов – сумма, которая якобы уже есть у города на проведение ремонта разбитого дорожного полотна. Однако целая треть из них необходима только на приведение в порядок одной улицы. Исходя из этих расчетов, если ремонт и начнется, то на те деньги, которые как будто есть, отремонтируют не больше трех улиц. 120 миллионов – это ремонт только без палого, чтобы было понятно. Там и нет дороги. Там практически нет дороги. Дорога длинная, дорога важная. Она ведет серьезный массив, который сейчас нашими горожанами заселен очень интенсивно. Глава администрации города, который обещал начать ремонт разбитых улиц Симферополя две недели назад, оправдывается. Работы не видны по причине плохой погоды. Сейчас лучше не спешить, Геннадий Сергеевич, уже даже если где-то мы видим, что ситуация критическая, понимаем, мы не наседаем на вас в этой части, все понимаем. Сложности понимаем, то есть с точки зрения перехода на российскую документацию, это тоже есть в этом проблема. Окупационные чиновники отмечают, на дорогах столицы Крыма работают 200 единиц ремонтной техники. Однако симферопольцы говорят о том, что не видят их. В Севастополе ситуация с дорогами обстоит не лучше. Местные коммунальщики жалуются, что на содержание автомобильных дорог Севастополя по результатам паспортизации этих объектов необходимо как минимум в два раза больше средств, чем выделено. Об этом заявил начальник государственного казенного учреждения управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Илья Самерин. Раньше мы обслуживали только городские, а теперь обслуживаем и загородные дороги. В связи с этим произошла коллизия в плане выделения средств на их содержание. Нам выделили на содержание только загородных дорог 114 миллионов рублей. Сейчас по результатам паспортизации выявлено, что на балансе нашего предприятия находится 734 километра дорог. Новая мода в Севастополе весной 2015-го – ездить, снимать на видеорегистратор свои путешествия, комментировать и выкладывать их в интернет. Блин, здесь вообще можно просто подвеску оставить в городе-герое. Подъезжаем к пятому километру. Вот у нас тут какая красота. Вот такой вот перекресток на этом километре. Разворотили почти год назад. Сделали людям невыносимые условия. И бросили. Между прочим, это центр города. Ранее, в июне 2014 года, так называемый губернатор Севастополя Сергей Миняйло и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт подписали соглашение, по условиям которого выделенные из федерального бюджета более 580 миллионов рублей будут освоены в 2014 году и пойдут на проектирование строительства въездных в Севастополь автодорог вместе с инженерными сетями. Однако, как рассказывают и показывают местные жители, ремонта на трассах города никто так и не заметил. На сегодня все. Вы смотрели программу Крым Лив. Я Александр Инковский. Прощаюсь с вами. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.